Моё вам почтение, дамы и господа, меня зовут Николай И сегодня нам с вами предстоит пробежаться ещё раз в игре Angel Biathlon в рубрике Золотые мгновения биатлона И сегодняшней гонкой у нас с вами выступит эстафета с этапом Кубка Мира по биатлону 2013-2014 А конкретно с третьего этапа 1C, в которой мы с вами опять же будем выступать за сборную России Я вас так немножечко буду просвещать по успехам сборной России по биатлону, если вы не против А надеюсь, что вы не против, да и вы не можете быть не против, это мои видео И сегодня сборная России под моим контролем побежит в следующем составе На первом этапе легендарный Иван Черезов, дальше Александр Логинов, Евгений Каранчев и Антон Шипулин Вот такой вот достаточно экспериментальный на тот момент состав был у сборной команды России Черезов так и вовсе пробежал, что-то по-моему 5 гонок за сезон... Не, не за сезон, за 2 сезона Логинов тогда был еще зеленым юнцом, которого мало кто знал, но все-таки на Олимпиаду Саша отобрался Хоть потом и был дисквалифицирован за употребление ритропоэтина Гаранчев тогда уже был очень нестабилен в эстафетах, а Шипулин тогда Только-только начинал набирать свою ауру непобедимости на финишах в эстафете Главными нашими конкурентами здесь должны стать сборные Германии, Австрии и Норвегии У немцев сегодня выступают Лессер, Бернбахер, Пайфер и Шемп У австрийцев Зуман, Мезотич, Ландертингер и Эдер Как бы золотой состав сборной Австрии Ну вернее не золотой, а бронзовый Много раз они бронзовые медали именно забирали Ну а у Норвегии состав не менее экспериментальный, нежели у сборной команды России Ларс Хегли Биргеланд, Хенрик Лабелунд, Эрлин Бьернегард И финишировать будет Йоханнес Бео, который тогда уже набрал свои самые лучшие кондиции У нас первый огневой рубеж, Иван Черезов его прошел Безукоризненно, собственно мы от исторического контекста отходить не будем Но скажу заранее, что не будем мы соблюдать все промахи Ивана И все промахи последующих наших гонщиков, которых всего в эстафете было 5 Причем удивительно, что все на стойке Да, вот такая вот петрушка у нас получилась У нас было столько же промахов, сколько и у немцев У них также 0 плюс 5 Но при этом у них на каждом этапе были промахи У нас же Антон Шипулин прошел гонку на 0 Но сейчас не об этом Иван Черезов уходит лидером после первого огневого рубежа В реальности Иван держался также в группе фаворитов Он уходил вторым после первой стрельбы Но тогда у Ивана были уже значительные проблемы с ходом Не было той легкости в ногах у нашего сверх именитого биатлониста Напомню вам, что Иван, если я ничего, конечно, не путаю Является трехкратным чемпионом мира Дважды в эстафете и один раз в смешанной эстафете Первый раз, когда, собственно, эта дисциплина проводилась на чемпионате мира в Ханты-Мансийске Ну а его сейчас обходит Эрик Лессер сборной команды Германии Вот как раз-таки у Эрика напротив Проблем с ходом не было никогда Особенно в той гонке Особенно на, вообще, в принципе, биатлонном поприще Ни разу не помню, чтобы Лессер медленно бежал Но посмотрим, что сможет ему противопоставить Иван Тут же поравнялись с нами французы У которых также был достаточно сильный состав Это Алексис Бео Жан-Гиом Беатрикс Симон Дестье И Мартен Фуркат Очень интересный состав Ну и тут же американцы Которые выступали достаточно необычным составом Так, сейчас мы немножечко подождем с американцами Иван стреляет чисто В реальности у него было два дополнительных патрона Которые не позволили ему занять достаточно высокое место на финише своего этапа Но сейчас он уходит сразу же следом за Эриком Лессером В гонку И будет преследовать своего немецкого конкурента Даже параллельными курсами сейчас они будут выкатываться Однако мы видим, как у Ивана уже достаточно сильно потратилась выносливость И сейчас ему будет достаточно тяжело Против одного из быстрейших соперников в пилотоне Собственно, про состав сборной США Я немножечко заикнулся Они выступали тогда следующим составом Лаул Белли, Тимбург, Жеремитила и Лейф Нордгрен То есть Выступали американцы по типу сборной команды Италии Женской Можно так сказать, когда на первом этапе бегут На первых этапах бегут Витоци и Вирер А потом Остальные, что называется Здесь же Мы-то с вами должны уже немножечко говорить о Текущей гонке Мы видим, как Лесар убегает от Ивана Черезова Собственно, вот В чем я точно не промахнулся Так это в том, чтобы Сделать Ивану достаточно слабый ход Который тогда соответствовал его В принципе, уже и возрасту Ивану тогда было Если я ничего не путаю С чем-то 33, наверное Уже года было тогда Ивану В общем, возрастной был достаточно спортсмен Скажите про возраст Вирн Далину Для него 33 Хе, еще и унец Он в этом году как бы Олимпиаду выиграл Ну а Иван Героически сражается сейчас Пытаясь на каждом метре дистанции Отыграть то отставание, что у него уже появилось Но Как вы видите, это не совсем Получается Передается зафету Иван Черезов третьим И уходит в гонку Александр Логинов Нынешний лидер сборной России по биатлону Сейчас сойдется в борьбе с Андреасом Бирнбахером Из сборной Германии А также с Жаном Геомом Беатриксом Из сборной команды Франции Соответственно Позади нас также идут Сейчас скажу Отсечка 10 километров Украинцы, у которых бежит Андрей Дереземля Состав украинцев, кстати, был достаточно неплохим Следует это сказать Александр Белоненко Андрей Дереземля Сергей Седнев И Сергей Семенов, соответственно Достаточно сильная тогда была сборная Украины Но жаль, что особых успехов она таким вот Достаточно мощным составом не добивалась Видимо не хватало какого-то Фактора Х Возможно тогда еще вот Не подрос спидручный Который является сейчас тем самым Фактором Х для сборной Украины Тем временем Александр Логинов сохранил третью позицию Здесь, разумеется, Логинов тоже не тех кондиций, что ныне Не чемпион мира все-таки еще Просто очень такой значимый проспект для мирового биатлона Бирнбахер, Беатрикс, Логинов, Бурк, Дереземля и Бьерн Ферри Шведы в той гонке финишировали четвертым Посмотрим, что покажет тут Состав шведов тоже достаточно интересен Тоби Асарвитсон, Бьерн Ферри Олимпийский чемпион, напомню Фредерик Линстрюм и Карл Йохан Бергман Финишер, конечно, у них мощный Когда-то побеждал Дмитрия Малышка на финише Но это сейчас уже не имеет значения Потому что здесь у нас пока что не финиш Бирнбахер, отстреляв точно, уходит дальше в гонку Логинов, сейчас является его главным преследователем Беатрикс отстрелял из семи, Бурк из шести Дереземля также из шести, Лабилунт из шести Бегер из семи, Мезотич испытывает определенные проблемы Из восьми стреляет Даниэль И Ярослав Сокуп из сборной команды Чехии Отстрелялся чисто и очень хорошо сейчас Исправит позиции своей сборной По ходу этой гонки Логинов сейчас оглянулся В достаточной такой Шаговой доступности позади него Нет никого Но и сам он достаточно далеко Уже отстает от Андреаса Бирнбахера Из сборной команды Германии Но ничего, сейчас еще будет попытка догнать Как минимум Потому что Логинов все-таки Всегда был достаточно быстрым спортсменом Нестабильным, это да Но скорость его никогда Не ставилась под вопрос Но Бирнбахер это тоже не мальчик далеко И просто так себя догнать Он, разумеется, не позволит Так, сейчас мы будем Ждать очередного огневого рубежа Уже выкатывается на свой коврик Андреас Бирнбахер Только выкатился на стрельбище Александр Логинов Ну и соперники уже тут как тут Бирнферри Будет стрелять на третьем коврике Подошли Бурк, Беатрикс и Дереземля Промах у Бирнбахера Логинов уверенно Ни одного промаха Пока что нет у сборной России на четырех рубежах Бирнбахер допускает промах Так же как и Бирнферри Убедительное лидерство сейчас будет у сборной команды России Бирнбахер закрыл из семи Ферри из шести Бурк так же закрывает из шести Беатрикс закрывает пять из пяти И сейчас будет гораздо ближе Нежели был после первого огневого своего рубежа Сокуп в очередной раз стреляет нули Лобилунт из шести В этот раз Дереземля стреляет из восьми Допустил достаточно много ошибок У Мизо сейчас снова проблемы на огневом рубеже А Бенджамин Вегер сборной команды Швейцарии Стреляет из шести По-моему только состав сборной Швейцарии я не назвал А нет, еще и Чехов не назвали Но давайте с ними тоже Знакомимся за швейцартов сейчас выступают Иван Йолер, Бенджамин Вегер, Клаудио Бекли и Симон Холенбартер И за Чехов в этой гонке выступают Лукас, извиняюсь, Лукаш Кристейн Ярослав Сокуп, Михал Кричмар и Андрей Моравец Собственно все Составами всех десяти сборных вы сейчас ознакомлены Если вам это конечно что-то даст Для нас самое главное сейчас это состав сборной команды России Который на данный момент идет на уверенном первом месте Конечно да, сейчас будут догонять нас и Бернбахер и остальные преследователи В лице и Ферри и Жанна Геома Беатрикса Кстати говоря, не видно пока что сборную команду Норвегии на лидирующих ролях Учитывая то, что и Биргелан и Лобилунд это достаточно сильные гонщики Ну, в наших условиях, скажем так Передаем эстафету дальше уже в шаговой близости буквально немцы и шведы Но будем сейчас пробовать от них убегать Это Евгений Гораничев, дорогие друзья Он уже был героем нашей вот этой вот рубрики Самого первого пилотного выпуска Где мы бежали за него индивидуалку этого же сезона из Олимпийского Сочи И там мы смогли улучшить его результат Заняв не третье, а второе место в индивидуалке с одним промахом Сейчас же он привозит своим ближайшим конкурентам чуть больше двух секунд И опять же, все будет решаться на стальбе Пайфер и Фредерик Линстрюм Сейчас являются главными предстоятелями Евгения Гораничева и всей сборной России в целом И вот пока что реально для меня тревога за сборную команду Норвегии Потому что Юхан избег, конечно, машина Но вот вытащит ли он свою сборную к медалям из такой ситуации, это, конечно, вопрос В реальности норвежцы были только пятыми с проигрышем 32-2 И тогда, по большей части, сам Юханес и запорол гонку норвежцам Допустив три промаха на последнем огневом рубеже И уже просто не сумев ничего сделать ходом Но хотя норвежцы и до этого особо в лидирующих На лидирующих, вернее, позициях не шла Гораничев первый огневый рубеж Лёшку все россияне отстреляли, точно это мы помним, я это уже говорил Смотрим, как стреляются соперники Линстрём промах один последним выстрелом А Пайфер точен, так же, как и Симон Дестио Дестио, это, конечно же, проблема для нас Потому что, хоть тогда он и не был столь силён Но всё равно, в НЖЛ он достаточно имбовый гонщик И мы видим это по его первому огневому рубежу Жереметила из шести заканчивает свой первый огневой рубеж Основная сила сборной команды США уже пробежала свою гонку И сейчас американцы должны, по идее, только опускаться Соседнев и Бёкли отстреляли точно Бёрдегард закрылся мишень из шести Крачмар из семи Только-только начинает стрелять Доминик Ландер Тингер Тяжёлая, конечно, фамилия у чувака Но, чё уж поделать Кратовые комментаторы нам тоже нужны Гораничев тем временем Подъезжает уже к главному подъёму этой трассы Ланди тем временем только-только уходит со стрельбища 4-4 Гораничев выигрывает у Пайфера И 6,5 секунд уже преимущество сборной команды России над сборной Франции Гораничев закончил восхождение Сейчас будем ждать наших конкурентов 3-2 прыгает Пайфер Отыграл и очень много отыграл немец Сейчас опять же всё будет решаться на стрельбе Там ещё и позади Дестьё А на последнем этапе у французов, разумеется, бежит Мартен Фуркат Который не даст нам продуху, мягко говоря Итак, Гораничев, последний огневой рубеж Для Евгения в этой эстафете Начиная трезво 4-4 5 из 5 закрывает Гораничев И уходит Пайфер стреляет очень медленно Дестьё промах У Пайфера также, если что, один Линстрём точен И сейчас сборная команда Швеции будет нашим главным преследователем Дестьё и Пайфер закрывают первыми допами Тила начинает промахиваться У Сергея Сиднего также одна оплошность Бьёрн Тегард сейчас должен попробовать вытянуть свою сборную хотя бы На почётное пятое место, как минимум Как в реальности они и заняли Но пока что Эрлен также не лишён Проблем на огневом рубеже И есть уже достаточно солидное преимущество У сборной команды России Над своими ближайшими преследователями Коими сейчас должны являться шведы, по идее У них на последнем этапе бежит Легенда шведского биатлона Кэрол Юхан Бергман Напомню, у французов Мартен Фуркат А у немцев тот самый Симон Шемп Который много раз проигрывал Антону Шипулину на финише Но в итоге Несколько сезонов был одним из лидеров мирового биатлона Тот сезон, я думаю, не стоит относить к моменту пикового Шемпа Ну именно 13-14 Скорее, на постолимпийском сезоне Вот начинается Вот эта вот самая пиковая Шемпа Сейчас, разумеется, Симон уже не тот Но будем надеяться, что мы еще увидим Шемпа в его, скажем так, прайме И понаблюдаем за его отличными результатами Особенно на последних кругах, которые у него всегда очень хорошо получались Конечно, финиш не очень, но последний круг у Шемпа всегда конфетка Антон Шипулин Собственно, начинает свою гонку наш лидер Наш гений землерусской Ну тогда еще не гений землерусской, давайте будем честны Шипа тогда был Просто наш Наше все Как бы Наша главная звезда, по сути И Наш лучший финишер Наши лучшие ноги Наша лучшая стойка Много чего лучшего сошлось в Антоне Ну и сейчас он должен это Продемонстрировать нам, собственно Бергман 6.8 проигрывает Немножечко больше, по-моему, даже стало преимущество сборной России Относительно наших основных преследователей Но вот Есть в этой игре тоже Такой момент, что трасса в Анси Чуть больше подходит для наших Конкурентов Коими управляет искусственный интеллект Несколько лучше они каким-то образом проходят дистанцию Но Шипулин еще две десяточки привез Бергману И уже 7 секунд ровно преимущество Антона Шипулина А это, между прочим, ну примерно два дополнительных патрона Либо же целый штрафный круг Но здесь, чтобы на штрафный круг зайти, надо целых три допа использовать Мы этого, разумеется, делать не хотим Шипулин, фуркат, Бергман и Шемп на огневом рубеже Шипулин Тяжелее всего почему-то получилось стрелять за Антона Но все равно 5 из 5 мы закрываем Фуркат против Бергмана Бергман точен Мартин фуркат также закрывает 5 из 5 А вот Симон Шемп допускает одну оплошность Это, собственно, с ним сыграло злую шутку в реальной гонке Но он допустил промах на последнем огневом рубеже И вот тогда у них и случилась та самая борьба с Антоном Шипулиным Сергей Семенов также допускает один промах Промах у Нордгрена и у... Хотел я сказать... Маравса почему-то, но Анджей, так же как и у Ханес Бео, закрыл все мишени А вот промах у Симона Хеленбартера в итоге И, к моему большому удивлению, последней сегодня идет сборная команда Австрии Симон Эдер только-только подъехал к огневому рубежу Но отстрелился точно еще и имеет шансы какие-то догнать своих ближайших конкурентов Шипулин Тем временем уже на большом подъеме Конкуренты, как мы видим по миникарте, достаточно далеко И все шансы на то, чтобы выиграть эту гонку у сборной России, разумеется, присутствуют Вот сейчас будет Антон заходить на спуск И уже выкатываться в стрельбище Раскрывается Антон Достаточно солидное преимущество у нас, я как уже и сказал Над ближайшими преследователями И сейчас нужно только не промахнуться, дорогие друзья Ну давай, Антон Лучшая стойка у тебя в команде, напомню Давай Начинает стрелять, как из пулемета, разумеется Но почему-то реально за Шипулин Стрелять было тяжелее всего, но мы Закрываем все мишени и уходим в гонку Фуркат начинает стрелять раньше, чем Бергман У обоих уже по одному промаху Эта гонка точно победная для сборной команды России Вопрос, кто будет на втором и кто на третьем месте Фуркат из шести Бергман также из шести Будут уходить вместе, вопрос, кто из них Ходом окажется сильнее Ну я ставлю, конечно же, на Фурката И Симон Шем также из шести Немцы сегодня будут четвертыми Дальше Семенов Допустил два промаха и потеряет пятое место Он же Моравец, скорее всего, его займет Да не скорее всего, я думаю, а точно Семенов будет сражаться с Юханесом Бео И Симоном Халенбартером За шестое место в этой гонке Семенов из семи закрыл Юханес Бео также из семи Халенбартер отстрелял точно Лейф Нордгрен Уже, судя по всему, откатилась сборная США на девятое место Эдер Очередные два нуля Ну да, очередные два нуля Как бы, почему нет Все я правильно сказал Но Поможет ли это его сборной Я, к сожалению, не знаю Шипулин выкатывается на стадион И, разумеется, готовится С очевидным преимуществом Одержать победу И принести победу всей нашей России Конкретно сборной Состоящей из Ивана Черезова Александра Логинова Евгения Гараничева И, собственно, Антона Шипулина Убедительная победа Несколько иная Нежели была в реальной жизни в Анси Где Шипулин зарубался с Шемпом на финишной прямой Но, как говорится, победа не пахнет И Какой бы она ни была Она для нас будет с вами приятна Дорогие друзья Французы финишируют вторыми Дальше шведы на третьем месте Напомню вам, что В реальности Французы были шестыми Шведы четвертыми Немцы четвертые В жизни были вторыми Подъезжает сборная команда Чехии Которая заняла Если я ничего не путаю Девятое место Следом финиширует Украина Швейцария Кстати, Швейцария только у нас, получается, совпала Помимо сборной команды России Ибо украинцы были десятыми Американцы девятые, но были восьмыми И сборная команда Австрии вместо бронзовых медалей занимает только десятое место Вот так вот у нас сложилась эта гонка Что же Очередная серия моей просветительской деятельности на этом Подходит к концу Давайте сейчас быстренько взглянем На статистику этой гонки Что же у нас в итоге получится Ну, ходом мы, разумеется, худшие Потому что я уже говорил про Специфику данной трассы По отношению к Ходу ИИ и Реального человека Целых 22 секунды мы уступили Основная их часть была на первом этапе У Ивана Черезова Дальше Александр Логинов проиграл также 10 секунд Горанчев уступил 7,8 Был девятым Шипулин 4,1 И был всего лишь пятым По скорострельности мы, разумеется, лучше Потому что не взяли ни одного дополнительного патрона Черезов выиграл 2,5 Логинов 2,2 Горанчев 3,5 И Шипулин 2,2 Также Что же, дорогие друзья Я надеюсь, вам понравилось это видео Если да, то вы знаете, что нужно сделать Меня звали Николай Ну, а пока Пока Ты ответь на такой вопрос мне Может ли дворец жить башенной слоновой кости Вхоже быть дворец или я Рапротив фильмош Или сохранять свой нейтрализ